здравствуйте друзья вопрос зачитываю моя история вкратце выиграл гринку молодец с разными приключениями получил визу на семью решил въехать один но почему-то решил что две с половиной тысячи долларов хватит по приезду как ведро воды на голову получил жилье требует денег и немалых на комнату в первые полтора месяца требуется больше половины капитала языка как оказалось нет совсем то есть на неожиданно было работы без машины не найти за месяц полтора надо еще две с половиной тысячи чтобы семья просто до нью-йорка прокатилась для запуска гринки и в этот момент я понял как я встрял и как на самом деле трудно без семьи планирую брать обратный билет получается что совсем и прощая мечта последних лет навсегда всего лишь отнесся к подготовке спустя рукава и понадеялся на удачу с работой не прокатило стресс страшный нервный срыв того подобное сам не ожидал такого эффекта спасибо михаил что вы стольким людям помогли стать на ноги я к сожалению не добрался до вас хотел к вам на учебу с языком и местным каким-то опытом пойти учиться поехал в сиэтл как оптимальный город по соотношению цена жизни и возможности работы с моими финансами и языком наверное и брайтон с сакраменто не помогли бы извините за сумбур нервы сдали уже тут такие как я не нужны как бы мне не хотелось обратного вдобавок в процессе оформления визы и поездки столько было знаков судьбы чуть ли не открытым текстом писала что делать тут нечего но шел на перекор а судьба этого не любит такое философское получилось письмо насчет нужен или не нужен я я бы сказал что это перебор некоторые это может быть понятно в контексте того что человек там как бы нервничает и переживает но здесь нет такого нужен не нужен сам себе нужен значит нужен сам себе не нужен зачем не нужен то есть это на самом деле если же мы так философски смотрим определяется самим человеком насколько он сам себе нужен не подготовился в некотором смысле это бывает это не первый не последний но существенно то какие выводы из этого и и как дальше поступать значит я бы конечно и если меня спросить все-таки у человека была мечта он же хотел он 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 мечтал несколько лет жизни о том что он приедет у него как-то сложится и так далее и я бы не не отступал перед трудностями значит безусловно надо семью привести запустить процесс может быть потом отправить их обратно домой чтобы одному было там попроще и заготовить что-то такое да то есть контакты какие-то завести уже следующий раз ехать так чтобы уже было и где поселиться недорого и и чтобы как-то сработает может быть несколько вариантов каких-то было и чтобы люди вот рядом были которые могут помочь и так далее то есть на самом деле но сразу не подготовился со второго захода подготовился уже же понял что происходит вот этот вот эффект когда ты приезжаешь и вдруг ты понимаешь что не говоришь по-английски это очень очень часто бывает с людьми которые думали что они ничего вполне в английском я это наблюдаю но вы знаете что происходит если у человека был какой-то английский ненулевой дома и он сюда приезжает у него полное ощущение что он ничего не понимает не может и так далее это быстро пройдет это гораздо лучше чем допустим человек который вообще ни слова не знал и ему много времени нужно чтобы потом разойтись а тот который что-то знал но вот в таком шоковом состоянии оказался в первый момент это не страшно это это ну у него есть свои там преимущества это обычное дело то есть как бы книги не то чтобы вот конкретно человека это упало если с языком какие-то там проблемы или что-то значит надо работать в таком месте где много работы на на русском языке я насчет сакраменто я не знаю значит но но в принципе да и в сакраменто там на стройке можно всюду работать на стройке же есть работа там может быть не безумно много платят но во всяком случае у тебя есть достаточно чтобы никуда не уезжать платить за жилье там может быть там оглядеться и так далее ну единственно что когда ты приехал и машины нет и того нет и сего нет и ты вот не знаешь куда тыркнуться и как-то ты думал на само произойдет становится сложно а кроме того я думаю тут еще есть момент такой есть момент внутреннего настроя что ли есть люди которые приезжали в них не было две с половиной тысячи у них гораздо меньше было и они вырули почему вырулили потому что они знали что они едут в стрессовую ситуацию они знали что им надо бороться они знали что 8 ситуация экстремальная вот поэтому в экстремальной ситуации себя человек ведет по-другому он как-то у него энергетика другая он привлекает к себе каких-то людей которые хотят ему помочь или там что-то такое происходит собранности больше давайте так называем собранности поэтому если человек в стрессовой ситуации если там вот что такое произошло надо дать этому успокоиться ну ради бога ну поезжайте домой в конце концов поезжайте домой единственно что чтобы жена все-таки въехала и чтобы процесс запустился так придете в себя немножко и по второму кругу ничего страшного абсолютно вот ко мне пару дней назад ребята заходили муж и жена там лет что-то ей 24 ему там 26 симпатичные молодые славные такие ребятишки из казани так они уже два с половиной года вот так они тут приехали там ну как-то вот визу поддерживает приехал тот побыл недельку уехал там еще что-то а девочка вот последние три месяца на 1 поехала он там работает она поехала три месяца поработала в лос-анджелесе там где-то не знаю в ресторане не суть важно но у них как бы нет уверенности точнее у него нет уверенности что он реально хочет в америку потому что он как бы ну не знает у него там работа есть а тут чего делать он не знает а девочка такие легко и просто не терять то нечего она ну чё вот пожалуйста она в ресторане она довольно светится вся вот и и спрашивает как быть вообще оставаться не оставаться то им знаете говорят многие доезжайте домой да вы чего зачем вам тут вообще это америка вот поэтому что что хотел сказать значит надо дать этому стрессу отойти это правда это не надо в таком состоянии в тяжелом какие-то решения глобальные принимать но во всяком случае существенно не потерять вот эту возможность и чтобы вы также могли как вот эти ребята через два года приехать допустим сказать все мы уже решили что может переезжаем понимать это не не то что вот надо вот так жахнуться въехали побыли две недели уехали жизнь продолжается готовитесь почву готовите это может растянуться но насчет знаков судьбы это же вопрос интерпретации понимаете знаки судьбы мы интерпретируем был такой знак был секой знак был еще какой-то знак но ведь бывает что судьба она так один тут препятствие тут препятствия тут препятствия но ведь кто-то же преодолевает понимаете есть еще есть еще все-таки такая вещь как преодолели преодоление препятствий если че если мы не готовы преодолевать так вот так оно и получается то есть одна сторона этого сказать себе да какие там препятствия пойти это раз уже проблема а другая сторона другой экстрим этого все сказать ой там такие препятствия там столько знаков было да никому я не нужен там туда-сюда Я так вот по настроению письма понял, что у нас человек такой семейный, и ему трудно без семьи Он думал, что он там может месяц-два без семьи, и там как-то он обустроится пока И вдруг ему трудно без семьи, понимаете? То есть я думаю, что ему не только без семьи трудно, но ему трудно находиться в среде, где не с кем поговорить Где нет каких-то вот друзей, близких людей, какой-то поддержки такой человеческой, кроме семьи Поэтому если такое дело, значит едите туда, где есть люди, которые вами готовы немножко заниматься Тратить время, дружить, и так далее То есть вот этот тезис, кстати, насчет Сиэтла Как это было? Поехал в Сиэтл как оптимальный город по соотношению цена жизни и возможности работы Первый раз слышу Вот честно, я ничего против Сиэтла сказать не хочу То есть Сиэтл замечательное место, но Так вот соотношение цена жизни, возможности работы, я такого Вот первый раз слышу Все-таки, когда ты едешь Я считаю, что в такой ситуации правильнее было бы ехать в Нью-Йорк То есть там много работы, где можно обойтись первое время на русском языке Я бы так поехал Там можно подешевле жилье найти, особенно на одного Ну в общем, как-то так Вот, поэтому я желаю товарища успехов В том, чтобы преодолеть стресс, что очень важно И чтобы не слить всю эту идею окончательно, понимаете А дать немножко отстояться и там с новыми силами и вперед Я бы так сделал Мечта это не такое дело, чтобы так вот от нее отказываться Я бы так сказал Тем более уже опыт какой-то есть Уже осознание чего-то есть Уже вышел на другой уровень Понимаете, облом это же не повод все бросить Облом это повод осмыслить, что произошло и дальше двигаться И только это ведет человека к успеху Успешный ведь не тот, кто никогда не обломался Успешный тот, кто, несмотря на облом, продолжает идти дальше На новом уровне Лучше, качественнее и так далее Чем больше обломов у него было, которые он осмыслил И выводы сделал, тем успешнее этот человек Я бы так сказал Счастливо! Счастливо!